Россия ускоренными темпами возвращается в прошлое. В Красногорске местные бизнесмены начали продавать флешки с музыкой, фильмами и сериалами. В социальных сетях появилась фотография из Твиттера с музыкальными сборниками на витрине магазина. Содержание носителя написано от руки. Таким способом россияне решили импортозаместить iTunes и Netflix, которые остановили работу на территории России. Мы об этом поговорим с Майклом Наки, российским оппозиционным журналистом. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот скажите, музыка и фильмы на флешках. Назад в будущее. Россия снова возвращается в начало 2000-х. И что дальше? Салоны видеопроката, торговля из-под полы на той же горбушке, которую нужно снова открывать? Ну смотрите, значит глобально все еще хуже. И это признают в том числе российские официальные лица. Вот в неочередном заседании Госдумы, которое прошло 15-го числа, выступал Денис Мантуров, для назначения которого весь этот Сабантуй и собирали, созывали, где он рассказал даже официальное то, что они рассказывают про то, что сейчас происходит. А именно падение промышленности довольно катастрофическое. И все эти истории, связанные с продуктами питания отдельно взятыми, с флешками и со всем остальным, это такая скорее забавная, миметичная история. Потому что глобально пока в России доступен интернет, никакой особой потребности в этих флешках с дискотеками и всем остальным нет. Более того, практика довольно распространенная. Она, знаете, откуда появилась? Дальнобойщики. Значит, дальнобойщики, которые ездят на достаточно длительное расстояние, ну в смысле на достаточно длинное расстояние, длительное время, вот для них вот это вот частенько и собиралось. То есть пока там массово такого возвращения вот этого всего ждать не стоит, по крайней мере, покуда интернет работает. Но что касается того, что Россия в этом смысле может производить, да, и что она может обеспечить, здесь все довольно плачевно. И возможностей для того, чтобы что-то с этим сделать, их не очень много. Ведь, например, если мы будем вспоминать Советский Союз, да, как был построен, типа ничего западного нет, но при этом есть своя какая-то промышленность, да, плохая, да, которая, значит, производит довольно посредственные товары, да, их ограниченное количество, и все у всех одинаковое, да, вот как в многими любимом фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром», на чем там комический эффект построен, да, что человек приходит в квартиру, где все то же самое, тот же гарнитур, те же стулья, значит, и то все остальное. Исключительность российской ситуации сейчас состоит в том, что она не готовилась ни к чему похожему, поэтому своего-то ничего нет. Ну, то есть если мы взглянем, например, на автомобильную промышленность, которая в этом смысле локомотив, то, ну, от нее ничего не осталось. То есть там несколько заводов осталось, часть из которых простаивает, и все. Ну, то есть нет никаких возможностей для того, чтобы быстро это наладить. То же самое касается остальных сфер. И здесь тоже, знаете, вот вы рассказывали про то, как россиянам что обосновывают в средствах массовой информации, по крайней мере, они себя так называют, да, в основном в пропагандистских листовках, и там уморительные есть формулировки. Например, начали рассказывать, что беленая бумага, вот обычный белый лист, да, не хватает краски для того, чтобы делать именно белую бумагу. И начали рассказывать, что она, оказывается, вредная была, эта белая бумага. Для глаз она вредная и не экологичная очень. И вот, значит, такая принудительная экологичность и принудительная забота о здоровье будет нарастать все больше. И проблема основная для российских граждан в этом смысле заключается даже не в том, что сейчас происходит, потому что это пока верхушка айсберга, а в том, что процессы, которые запущены, они неостановимы. И это признают в том числе на самом высоком уровне. И несмотря на то, что Владимир Путин, по-моему, сегодня он заявлял, что нет, мы там не отстанем на десятилетия, не станем мировым изгоем, сам факт того, что он это говорит, означает, что это вполне себе обсуждается. И какие есть варианты у них в этом отношении, не очень понятно, потому что чем именно они будут замещать все то, что остановилось, и то, что остановится, потому что это процесс, который только начался, и он будет продолжаться с санкцией, вещь медленная, но неумолимая, это все даст о себе знать в еще больших масштабах в самое ближайшее время. Например, осенью, где-то сентябрь-октябрь ожидается рост безработицы, потому что все эти компании, которые ушли, производства, которые ушли, производства, которые простаивают из-за того, что нет материалов, из которых делать, нет импорта, по сути, своей, они закончатся те три месяца, там, два-три месяца, которые у них есть, когда они обязаны продолжать выплачивать зарплату, и пока они не могут увольнять, и все, а людям этим идти куда-то, ну, куда. Ничего нового не будет создано в этом смысле. Поэтому рецессия, ну, это даже не рецессия, это такая экономическая катастрофа, которая уже идет, она довольно масштабна и довольно ощутима. Единственное, что из-за того, что она идет довольно плавно, да, это не резкий обвал, а постепенное снижение, ну, часть людей ожидала гораздо худшего, и поэтому у них есть там такие, а вот ничего не удалось разрушить. По факту удалось, и по факту от того, что делает современную экономику современной экономикой, экономикой довольно мало чего осталось. Ну, и вот на этом фоне, да, вот последние заявления правительства о том, что нужно уйти от рыночной политики к политике обеспечения технологического суверенитета, да. И вот Путин подписывает закон о том, что в экономике вводятся специальные меры для обеспечения армии. Вот это все что означает? Ровно это и означает, собственно, этот закон, если вы его посмотрите, по факту это экономическое военное положение, просто оно так не называется. Ну, это вот новый такой язык российской современной власти, да, открытой мобилизации нет, но есть скрытая. Значит, военного положения нет, но есть ограничения, и в экономике то же самое. То есть этот законопроект, там что написано? Там написано, что, во-первых, теперь по решению правительства могут вводиться чрезвычайные смены, ночные смены, 24-часовые смены. Написано также, что может в одностороннем порядке государство запросить у почти любого бизнеса, значит, чтобы те оказывали услуги на тех условиях, которые предоставляет государство. И это без возможности отказаться. А дальше, да, у нас получается закон о трех колосках, да, тюрьма за опоздание на работу, все как было вот при Сталине, да? Все вполне может быть, только знаете, в чем разительное отличие от того, что было при Сталине? Да, при Сталине при этом была индустриализация. Не в смысле, что я как-то Сталина оправдываю, я, наверное, последний человек в этом мире, который будет это делать, а в том, что было глобальное изменение и создание огромного промышленного комплекса. А сейчас деиндустриализация? Вот сейчас этого невозможно сделать, буквально невозможно. Ну, то есть это можно начать пробовать делать с нуля, но, опять же, для того, чтобы это делать, нужны созданные сферы, нужны профессионалы. Не может быть в таких масштабах коррупция. Коррупция – это то, на чем построена современная российская власть вплоть до самого президента. И поэтому осуществить вот этот вот переход на какую-то другую экономику, не жизнеспособную, неэффективную, но, тем не менее, которая может что-то обеспечивать, не очень понятно, как его сделать, да, и даже самолеты, которые обещают построить, их обещают построить лет через пять, ну, то есть минимум. И это, ну, как всегда, очень оптимистичный прогноз, который, конечно, не сбудется, что называется, запомнить этот вид. И в этом смысле, конечно, нет возможности создавать какую-либо альтернативную экономику, а декларируемый отказ от рыночных принципов, который, собственно, озвучен Мандровым, он похоронит те небольшие успехи, которые есть. Потому что какие успехи есть, да, глобально? Глобальный успех заключается в том, нынешнего экономического блока в российском правительстве, что не произошло радикального обрушения, да, что, несмотря на рекордное количество введенных санкций, экономика не рухнула в моменте. Она падает, она будет продолжать падать, это разрушение есть, и оно будет продолжаться дальше. Но им удается удерживать более-менее плавное в этом смысле падение. И все это возможно благодаря как раз рыночным механизмам, потому что в российском правительстве сидят экономисты-рыночники. И, конечно, вот эта вот политизация экономики, которая будет происходить... Но это такая, знаете, все-таки медленно сваренная лягушка, да, которая постепенно, постепенно... Да, просто у многих были опасения, значит, и надежды в каком-то смысле, что удастся эту лягушку молотком прихлопнуть по-быстрому, значит, и все, ничего от нее не останется. Ну, к сожалению, настолько инертно об России, настолько процесс... Да, настолько люди привыкли к тому, что в целом все не очень хорошо, да, что в этом смысле радикальных изменений в моменте не почувствуются. Ну да, там подорожало все в 2-3 раза, так и так хорошо не жили, знаете. Это, к сожалению, такая мощная история. Ну, видите, не удалось как бы в раз, да, вот санкциями придавить, но в любом случае восстановить тоже не удастся в раз, если будет это восстановление. Не то что восстановить, не удастся даже удерживать. Об этом говорит и тот же Мантуров. Об этом говорит Набиуллин. Они пытаются как-то... Он будет только нарастать. Никакого шанса, ну я не знаю, в этом случае, если это случай... ...восстановление уровня до 23 февраля потребуются годы, да, а поскольку завтра, скорее всего, и послезавтра этого не произойдет, и падение будет еще глубже, то представить себе не то что рост или восстановление, а хотя бы остановку этого падения в ближайшем обозримом будущем очень сложно. Но я в этом смысле не экономист, да, я просто очень много общаюсь для своего канала с экономистами, и в этом смысле даже те, кого называют экономическими оптимистами, в этом смысле их оценки столь же неумолимы, как и тех, кого называют пессимистами. И это еще не говоря о тех контрибуциях, которые должна будет Россия выплатить для восстановления Украины, мы об этом не должны забывать. Безусловно. Скажите, вот была информация, что младшая дочь Путина, Екатерина, теперь будет заниматься импортозамещением, ну вот проще говоря, контролировать поток запрещенных западных товаров в Россию через третьи страны. Вот эта должность, по вашему мнению, это что, такой трамплин в большую политику, может быть в госаппарат? Смотрите, Екатерина Тихоновна, да, дочь Путина, она в целом уже давно интегрирована в некоторые политические вещи, занимается в медицинской сфере какими-то историями, при этом получает назначения, явно не связанные с ее компетенциями, ну, собственно, коррупционное государство, построенное на кумовстве, оно примерно так работает. Что касается импортозамещения, в этом смысле импортозамещение – такая идея, с которой Российская Федерация носится года с 2014-го, на которую потрачено больше триллионов, извините, рублей, и это не дает абсолютно никаких плодов. Все технологические попытки, которые предпринимались, телефоны, планшеты, компьютеры и все остальное, не увенчались успехом. Например, вот планировалось создавать российские компьютеры, и даже создавались, да, они были хуже, да, они, значит, были не столь производительные, были дороги в обслуживании и все остальное, но вот когда, собственно, Владимир Путин в очередной раз напал на территорию Украины, значит, российские компьютеры тоже перестали создаваться. Почему? Потому что все равно они, к ним были поступления из Тайваня различных компонентов. Все, все с этим связанное относится к абсолютно любому продукту, да, даже «Лада» отечественная, вот теперь выпускается там без подушек безопасности, АБС и всего такого, не являясь в современном смысле машиной, потому что все продолжает состоять из западных и импортных деталей, и заместить это абсолютно нечем. В том числе это касается и российского вооружения, потому что даже сферу ВПК, казалось бы, критичную для российской власти, не удалось построить таким образом, чтобы она была независима от, собственно, импорта. И да, есть какая-то история с параллельным импортом, то есть через него уже что-то поставляется, какие-то телефоны, но надо понимать, что это там единичные товары, которые, во-первых, дороже, сильно, значительно дороже, а во-вторых, если будут поставляться какие-либо товары, которые нужны для производств довольно масштабных, то здесь начинают действовать вторичные санкции. То есть любой, кто на этом попадется, тут же неминуемо попадает под санкции. И в этом смысле никто не готов рисковать, даже Казахстан, которого Россия, по крайней мере, до недавнего времени считала своим каким-то близким партнером. Поэтому да, в этом смысле назначает и хоть Катерину Тихонову, хоть самого себя, ничего глобально не поможет. Конкретно это назначение, ну, черт его знает. Возможно, он считает, что если назначат кого-то там близкого, да, там максимально близкого, то в этом смысле как-то удастся избежать каких-то больших попилов, что вряд ли. Ну, то есть потому что это там давняя семейная традиция семьи Владимира Путина. Но глобальное импортозамещение, оно теперь там одна из основных идей. И, собственно, мантуров, собственно, на эту же поляну тоже назначен. Получится ли что-то с этим? Нет. Ну, то есть я загадывать не буду, да, про прогнозы в этом смысле не даю, Кассандрой не являюсь, но я не вижу ни одного пути, по которому это может сработать. Ну, то есть вот что такого они должны начать делать, какие решения принимать для того, чтобы из ниоткуда появились технологии, появились детали, появились там, значит, западные решения, которых нет. И в этом смысле, конечно, мы там видим в том числе на тех вещах, которые уже начали импортозамещать. Там, я не знаю, импортозаместили Макдональдс, ну, получайте булочки с плесенью и тараканами. И надо понимать, что это просто пример, который показывает, как это происходит. Ну, дальше народу стоит, наверное, ждать открытия комиссиона, как было в Советском Союзе, куда будут сдавать старые западные товары, а другие люди будут их просто покупать, иначе будет просто их купить негде, да? Как когда-то там грюндики, магнитофоны там везли из-за границы. Ну, смотрите, в этом смысле люди со сверхдоходами в России лазеечку найдут, да? Потому что в Советском Союзе это запрещало само государство, а здесь это запрещают внешние игроки. Поэтому, конечно, через какие-то каналы отдельные, там, какой-нибудь Бугатти, какой-нибудь миллиардер все равно себе закажет, да? Там заплатят за это больше и прочее, прочее. Но для большинства людей, да, в этом смысле это обнищание, это снижение количества товаров и снижение уровня жизни, хотя, казалось бы, куда? Хотел бы еще такой вопрос вам задать. В России массово открывают кадетские и юно-армейские классы, так называемые. Вот об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Плюс к этому фактически возвращают пионерию, которая теперь, ну, просто по-другому у них называется. К чему готовят детей? Надо сказать, что да, пионерия называется теперь движение «большая перемена», что, мне кажется, каким-то внутренним саботажем, да, потому что и слово «перемена» в нынешнем контексте звучит довольно, так сказать, оппозиционно, если хотите. Но глобально это интересный вопрос, которым я задавался несколько раз. И я пытался найти отличия, значит, между нацистской Германией с точки зрения пропаганды, да, и Российской Федерацией. Ну, потому что параллель очевидна, и, собственно, российская власть делает все, чтобы эта параллель была вот прям такой, в этом смысле, до степени смешения. И знаете, в чем интересное отличие? Дело в том, что нацистская Германия, она сначала начала выстраивать некую идею, да, а потом в этом смысле начала там военные агрессивные действия. В Российской Федерации, на удивление, решили поступить наоборот. Ну, то есть сначала война, а потом под нее подверстывать какую-то идею, которая до сих пор не особо существует, да, потому что они вот пытаются говорить там «русский мир», еще что-нибудь, но в чем он заключается, объяснить никто не может. То ли в ворованных стиралках, то ли в разбомбленном Мариуполе, то ли еще непонятно в чем. И в этом смысле, конечно, создание вот такого возрождения фактически, да, ведь путинский вообще дискурс – это какая-то невероятная эклектика и смесь и Российской империи, и Советского Союза, причем он параллельно это все не ненавидит и обожает. С одной стороны, Ленин у него человек, который бомбу под страну заложил, и, значит, который Украину создал, по его словам. С другой стороны, первое, что делают на оккупированных территориях, что делают правильно. Возвращают память, восстанавливают памятник Ленина. Ну, то есть это какая-то такая шизофрения довольно странная. И в этом смысле это, конечно, попытка, знаете, такого некого карго-культа. Ну, то есть есть такое представление, что если мы воссоздадим атрибуты, которые были вот в чем-то, что было идеологизировано и под что выстраивались люди, то и идея сама придет, и народ сплотится, и все остальное. Конечно же, понимаем, что у них ничего не получится. Спасибо вам большое за интересный разговор, за интересный комментарий. С нами на связи был Майкл Наки, российский оппозиционный журналист.